Расскажу про чистовые материалы, сколько стоит данный ремонт. Стоимость данной плитки в районе серия Kenya Nero. Стоимость в районе. Есть такое универсальное решение. Обязательно рекомендую это сделать. Это отголоски к американской классике. Рекомендую его к использованию. Для тех, кто не любит брызги, смотрите, что мы здесь сделали. Теперь расскажу про стоимость работ и материалов. Продолжение следует... Всем привет! Приехал в жилой комплекс Донской Алим, чтобы снять обзор на наш проект. Это однокомнатная квартира площадью 65 квадратных метров. Ремонт полностью готов. Мебель завезена. Сейчас пройдемся по планировке. Расскажу про чистовые материалы, какие мы использовали. А также в конце видео, как всегда, скажу, сколько стоит данный ремонт. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Дальше будет интересней. По классике давайте начнем с коридора. Он у нас достаточно большой, что даже поместился небольшой диванчик для того, чтобы можно было присесть и одеть ботинки перед уходом. Справа у нас вешалки для верхней одежды. По правую сторону, посмотрите, большой просторный шкаф. Там же у нас спрятались все инженерные коммуникации. И электрический щиток, и коллектор отопления. Проходим дальше. Здесь небольшая ниша. Чуть позже здесь встанут полки для каких-то маленьких вещей, игрушек, сувениров и так далее. Дальше мы с вами попадаем в гостиную. Она у нас совмещена вместе с кухней. Это у нас вход в комнату. Это у нас вход в санузел. Вот вы можете видеть, за стенкой у нас появляется кухня. И она совмещена с гостиной. Получается одно большое единое пространство. Вот вы можете видеть, что небольшой участок мы сделали в плитке, для того, чтобы как-то кухонную зону более-менее выделить. Здесь диван, телевизионная зона. Чуть позже телевизор будет немножко побольше. Как раз от угла до угла. Далее проходим в санузел. Здесь у нас заказчик пожелал ванну, не захотел душевой поддон. Майдадыр. Смотрите, он подвесной. Для того, чтобы было удобно мыть пол. Здесь у нас стиральная машина, система инсталляции. И сразу ничего не говорите про люк. Это сделано специально. Здесь будет встроенная мебель, куда спрячется стиральная машина. И где будет спрятан этот люк. Поэтому его специально не делали скрытым. Электрический полотенцесушитель. Проходим дальше. И попадаем с вами в комнату. Если посмотрите ролик чернового этапа, то эта стена и эта не штукатурилась. Мы сделали шумоизоляцию этих стен. Отняли порядка 10 сантиметров у каждой. Но при этом габариты помещения остались достаточно большими, чтобы разместить огромную кровать по бокам тумбочки. Напротив телевизионная зона с телевизионной тумбой снизу. И вот еще можно поставить кресло для того, чтобы читать книгу или газету под этим светильником. Что еще классно? Две гардеробные. То есть их можно было сделать одну, но наш заказчик пожелал, чтобы было именно две. Вот здесь вот уже практически смонтировали систему хранения. Это все достаточно удобно и практично. И во второй все так же аналогично система хранения для того, чтобы удобно уложить свои вещи. Все. Теперь по помещениям расскажу про чистовые материалы. Керамогранит на полу в коридоре. Это производитель L'Aparet Spanish Black. Стоимость данной плитки в районе 2000 рублей за квадратный метр. Она с виду глянцевая. Должна быть скользящей. Но тем не менее, вот я сейчас хожу и она абсолютно не скользит. Абсолютно травмобезопасная. Хорошее решение для коридора, где можно подскользнуться в мокрой обуви. Фартук на кухне от аналогичного производителя L'Aparet серия Kenya Nero. Стоимость в районе 2000 рублей за квадратный метр. Смотрится очень стильно. Ничем не уступает порцелоносой или керамоморации. Там за 5-6 тысяч рублей за квадратный метр. Отлично вписывается в данный дизайн кухни. И эта плитка крупноформатная. То есть вы можете видеть вот здесь. Отсюда она начинается и доходит вот до сюда. Отличное решение для фартука. Рекомендую эту плитку. Часовая электрика у нас, кстати, Schneider Electric. Для тех, кто не любит в кухне на полу плитку, предпочитает ламинат. Вот есть такое универсальное решение, когда вы часть пола делаете в керамограните или плитке, а часть в ламинате либо инженерной доске. Вот эта ширина у нас 60 сантиметров в одну плитку. Это у нас L'Aparet Spanish Grey. В коридоре у нас черного цвета, а здесь она более серого для того, чтобы сочеталась со столешницей. Вот вы можете видеть практически одинаковый цвет. Для тех, кто еще не принял решение о замене прибора отопления от застройщика, обязательно рекомендую это сделать. Вот, к примеру, решение. Трубчатый радиатор, покрашенный в белый цвет от производителя Zender. Также можно выкрасить любой рал, отлично вписывается в данный интерьер, а также подойдет практически под любые стили. Подоконник в данном случае это массив дуба. Можно было выбрать и искусственный камень, и какой-нибудь там дорогой пластик или еще что-то, но в данном случае заказчики выбрали именно такой формат исполнения подоконника. Смотрится очень стильно, чувствуется вот эта вот энергетика дерева, а также подходит под цвет оконных рам. Двери скрытого монтажа, также их называют двери-невидимки. Один из производителей, с которым мы работаем, это Софья. Они достаточно дорогие, добротно сделанные, могут сделать под любой размер, любая ширина, любая высота. Также есть стандартные размеры, хорошо красятся, хорошо вписываются в интерьер. Очень интересная фурнитура. Вот, если посмотреть, посмотрите, какая ручка, она изогнутая. Очень удобно ее брать, открывать, эргономика на высоте. Поэтому рекомендую двери скрытого монтажа от Софья. Теперь по комнате. На полу у нас инженерная доска, монтировалась клеевым способом. Приборное утопление аналогично с кухней, это зендер. Подоконник из массива дуба. На стене у нас вы можете видеть молдинги. Это отголоски к американской классике, как и большое изголовье. Достаточно сейчас модно. Мы много реализовали объектов в этом стиле. И можете видеть, что помимо ниши для штор, мы еще сделали вот такую нишу, которую обыграли карнизным молдингом. Сделали светодиодную подсветку. Смотрится достаточно стильно. И в принципе можно выключить все освещение, оставить только эту подсветку. И можно смотреть телевизор. Теперь пройдемся по санузлу. Вся чистовая сантехника это у нас РОКО. Ванна РОКО. Вот смотрите, накладная раковина РОКО. И система инсталляции. А вот клавиша у нас от производителя Гиберит. Также установлен электрический полотенцесушитель. И включение-выключение вот на таком пульте происходит. Можете сделать похолоднее, потеплее. А также можно поставить таймер, через какое время он отключится. Очень удобно, когда вы попользовались полотенцем, повесили. И через час у вас полотенцесушитель отключается и больше не потребляет энергию. Это хороший производитель. Производитель термо. Рекомендую его к использованию. Также установлен гигиенический душ. А вот в этой зоне у нас будет встроенная мебель. Стиральная машина туда спрячется. И не будет видно этого некрасивого люка. Пожалуйста, подсветка зеркала. Это сейчас модная фишка. И смотрится действительно стильно. Регулятор теплого пола. И две розетки для фена или плойки. Смесители, вот вы можете видеть, у нас встроенный. И выходит сразу из стены. Это, соответственно, горячее и холоднее система управления. Для тех, кто не любит брызги. Вот можно поставить вот такую шторку, которая выдвигается и увеличивается. То есть можно принять душ и, в принципе, не забрызгать пол в ванной. А после того, как вы помылись, можно сдвинуть. Тоже хорошее решение. Рекомендую к использованию. Смотрите, что мы здесь сделали. Мы плиткой не дошли до потолка. Оставили 30 сантиметров под покраску. Подолок у нас из гипсокартона. Тоже под покраску. Краска влагостойкая. Поэтому ничего страшного. Эти поверхности не боятся воды. И ничего с ними не случится. Достаточно необычное решение. Но при этом смотрится очень интересно. Теперь по плитке. На стенах у нас лапарет Calacata Ora. И на полу у нас аналогичный производитель. У нас во всей квартире это производитель лапарет Vitrum Taup. Стоимость данной плитки, как и на стенах, так и на потолке, в районе 2000 рублей за квадратный метр. Плитка выглядит намного дороже, чем она стоит. Очень интересный рисунок. Каждый подберет для себя что-то стоящее. Теперь расскажу про стоимость работ и материалов. Материалы вышли нашему заказчику в 790 тысяч рублей. А стоимость работ в 1 миллион 475 тысяч рублей. Все ваши вопросы пишите пожалуйста в комментариях. Или по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Вы нам очень сильно помогаете. Спасибо, что нас смотрите. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok